В преддверии Нового Года дети пишут письмо Деду Морозу, которое исполнит все их желания. Но был ли этот персонаж всегда положительным и добрым? История Деда Мороза очень интересна, и отношение к нему менялось кардинально на протяжении истории. Привет, друзья! Вы на канале Эрудит, и прямо сейчас я поведаю вам историю Деда Мороза, как славянский злобный карачун превратился в новогоднего добряка. Итак, поехали! Наши предки поклонялись богам, которые, как верили древние, помогали людям в земледелии, охоте и рыбалке. Многим прекрасно известно о древнегреческих, индийских, дальневосточных богах. А какие же боги были у славян? Как раз одним из этих был наш любимый Дедушка Мороз. Еще в древних славянских сказках встречается этот персонаж. Там его описывают как бога зимы и мороза. В произведениях ему в основном давали имя Морозка. Его представляли низкорослым, седым стариком с бородой. Считалось, что он бегает по лесам, полям, селам и стучит. А от стука его наступает трескучая мороза. Считалось, будто с ноября по март он такой силы набирается, что в гневе может устроить лютую стужу, от которой даже ломалось железо. Однако, несмотря на суровый характер, он оказывал только провинившихся. У восточных славян бог зимы и мороза представлен как богатырь, сковывающий воду железными морозами. В народе их называли калиниками, от слова калить. Все это пошло от обычаев, связанных с кузнецами. В Древней Руси Деда Мороза называли Карачун. Были и другие имена – Дед Рескун, Зимник, Студенец. Описывали Карачуна как могучего сурового старика с седыми волосами и длинной бородой. Он ходил с посохом в красивой теплой шубе. Стоит заметить, что цвет шубы был непременно белого или синего цвета, но никак не красного. Седовластого старика представляли босиком и без головного убора. В сопровождении его были волки и медведи. Бог Карачун иногда упоминался как отдельное божество, повелевающее морозами. Однако считалось, что и Карачун, и Морозка зимой хозяйничают вдвоем, покрывают озера куркой льда, управляют вьюгой, наметают снежные сугробы. И хоть они не были добрыми дедушками, все же злыми их не считали, как и всех богов в язычестве. Благодаря тому, что Русь всегда располагалась в полосе, где полгода длились холода, боги зимы были очень важны для людей. Славяне верили, что бог Карачун помогает им выстоять в битвах с помощью холодов и мороза. А ведь и правда, смогли бы мы пройти достойно Великую Отечественную войну, Ледовое побоище, войну с Наполеоном, не будь у нас таких суровых зим. На Руси существовал обряд кормления бога мороза. Суть его заключалась в следующем. Накануне Рождества старший сын должен был выйти на крыльцо или выглянуть в окно и предложить отведать ложку киселя или кути. При этом нужно приговаривать. Мороз, мороз, приходи кисель есть. Мороз, мороз, не бей наш овес. Затем перечисляли весь урожай, который мороз не должен бить. Также задабривали его дарами и угощениями, которые выставляли на порог своего дома. По славянским языческим традициям, Новый год наступал не в январе, как мы привыкли, а в марте. Связано это было с тем, что люди жили в единении с природой и начинали отчет Нового года весной, когда земля просыпалась от зимней спячки и начинались новые сельскохозяйственные работы. Однако с принятием христианства на Руси, Новый год начали отмечать осенью, так как, согласно Библии, Бог создал наш мир в сентябре. Во времена противостояния христианства и язычества славянских богов очернили. Эта участь ждала и Бога Мороза. Все положительные рассказы о нем сменили на негативные. Стали считать демоном, который ненавидит людей и хочет заморозить их до смерти. В общем, требует жертв. Намек на это виден в горячо любимой советской сказке Морозка. Помните, как чуть не заморозил он бедную Настеньку? Сколько раз он стучал своим посохом, чтобы Мороз становился все крепче? Еще и спрашивая, тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? Конечно, там все закончилось хорошо, как и должно быть в сказках. А вот молодым девственницам не так везло. Их стали отправлять каждую зиму в лес, как жертвоприношение Богу зимы, где они действительно замерзали насмерть. Однако эта смерть в язычестве считалась во благо, ведь если Мороз принял эту жертву, то в этот год он будет благосклонным и добрым. Христиане также уверяли, что Мороз коворует детей и кладет их в мешок. В некоторых источниках рассказывается, что отсюда и появился мешок у современного Дедушки Мороза, но, к счастью, уже с подарками. В 19 веке Дед Мороз был больше фольклорным персонажем. Детям родители говорили, что подарки им приносит Иисус, или же признавались, что подарки от них. Церковь не одобряла языческого Морозка, а дети после жутких историй боялись этого старика. После революции в 1917 году большевики решили убрать народные зимние гуляния, а в 1929 году Рождество стало обычным рабочим днем. В 1935 году приняли решение устроить для детей праздничные новогодние елки, заменив всю религиозную атрибутику на советскую. Звезду Вифлеема заменили на красную советскую, традиционные ряженья на карнавал, а Рождество стало тихим семейным праздником. Единственной проблемой была боязнь детей Деда Мороза. Для смягчения образа ему придумали внучку Снегурочку. Чтобы усилить эффект, их часто сопровождали лесные зверюшки. А чтобы совсем реабилитировать Деда Мороза, придумали его противостояние со злыми персонажами, такими как Кощей, Леший, Баба Яга и другие. Со временем Дед Мороз стал положительным персонажем, как Санта Клаус на Западе. Единственное, что было неизменным, так это цвет шубы нашего советского Дедушки Мороза. Она все так же была под цвет снега в сумерках, белая и синяя. Однако сейчас и тут произошли изменения. Все чаще Дед Мороз является в красном наряде. В итоге все, что осталось неизменным в нашей культуре и традициях, это новогодние елки, символ бессмертия, вечно зеленое дерево, вождение хороводов, обрядовый танец, символизирующий солнце, и конечно разыгрывание борьбы между добром и злом, как наши предки боролись с холодом за право пережить еще одну зиму. Все-таки хорошо, что сейчас у нас есть такие сказочные веселые семейные праздники, как Новый Год и Рождество Христово. И здорово, что у детей есть такой положительный герой, которого они все ждут с нетерпением. Ведь в любом возрасте нужно верить в чудеса, и они обязательно сбудутся. А на этом у меня все, дорогие друзья. Надеюсь, ролик был для вас интересным. Обязательно им делитесь и пишите комментарии. До скорого.